Зубной врач Зубной врач Зубной врач Он сделал свое дело отлично В розовой десне Уже прорастал новый маленький Жемчужный зуб Фифи решила, что рот у нее Весьма привлекателен Трейси именно так и говорил А врач удалил старый зуб С помощью хроногаза Так просто Один вдох И она перенеслась в позавчерашний день В тот самый момент, когда пила кофе С Пегги Хакинсон И не думала ни о какой боли Хроногаз Прелесть Она вся запылала при мысли о том, что он будет у них дома Всегда на готове Стоит лишь повернуть кран Аэрокеп поднялся выше И вылетел через один из раздвижных шлюзов В огромном куполе Покрывающем город Фифи Стало немного грустно В городах теперь так хорошо Что никто не хочет из них уезжать Снаружи все вдвое дороже Но, к счастью Правительство платит за риск тем Кто, как Фивертри Живет в деревне Минуты через две-три Они снизились Фифи указала свою молочную ферму И водитель аккуратно посадил машину На воздушную площадку Только получив плату Он ногой распахнул дверцу перед Фифи Этих хитрюк водителей Провести невозможно Но она забыла о нем Чуть переступила порог Это был День из дней Строителям понадобилось два месяца Чтобы установить хроноцентраль На две недели больше Чем они обещали И эти два месяца Повсюду царил хаос Теперь Все снова было в порядке Она ринулась вниз по лестнице Искать мужа Тресси Фивертри Стоял посреди кухни Разговаривая с подрядчиком Увидев жену Он взял ее за руку Улыбнувшись своей улыбкой Смущавший сон Столь многих роузвильских девиц Но его приятная внешность Едва ли могла соперничать С красотой Фифи Особенно Когда она была Возбуждена Как сейчас Все уже готово Нетерпеливо Спросила она Подождите еще минутку Отозвался мистер Арчибальд Смит Ох эти ваши минутки Последние две недели Мы слышим эти слова Каждый день Мистер Смит Что стряслось теперь Ничего страшного Как вы знаете Нам пришлось Тянуть трубу Довольно далеко От главной станции В Роузвилле У нас Кажется Неполадки С давлением Хроногазом В главной скважине Обнаружена утечка Ее пытаются устранить Но Вас это не должно Беспокоить Мы все Проверили И все Как будто Работает хорошо Сказал своей жене Тресси Идем Я покажу тебя Они попрощались С мистером Смитом Выказывавшим Профессиональное Нежелание Покидать место Своих трудов Он удалился Пообещав Вернуться утром За последними Инструментами Супруги Фивертри Остались Наедине С новой Игрушкой Панель Времени Прекрасно Вписывалась В кухонное Оборудование И совсем Не бросалась В глаза Она была Установлена Рядом С пультом Ядерного Реактора Скромная Маленькая Панель С массой Циферблатов И всяких Переключателей Тресси Показал жене Как отрегулировано Давление Времени Низкое В коридорах И службах Выше Для спален Переменное Для гостиных Она потерлась Щекой О его плечо Я в восторге Милый А ты? Конечно Особенно От счетов Которые Придется Оплачивать Заметив Ее Недовольную Гримаску Он поспешно Добавил Разумеется Мне Это очень Нравится Дорогая Потом Он щелкнул Переключателем И они Перенеслись В недавнее Утро Вдруг Фифи Коридор Был в полном Порядке Портьеры Металлически Поблескивают У окон Регулируя Количество Впускаемого Света И запасая Его Впрок Для вечерних Часов Движущийся Ковер Все Все В порядке Честное Слово Да Нет же Нет Взгляни На эти Грязные Старые Трубы На эти Ужасные Кабели А наш Чудесный Пылепоглощающий Потолок Смотри Как с него Сыплется Грязь Ну Не волнуйся Дорогая Просто Нам так Кажется Ну И на него Нахлынули Чувства Месячной Давности Которую Он испытывал Видя Свой дом В руках Смита И его Ужасных Рабочих Они Достигли Конца Коридора И оказались В спальне В другой Зоне Времени Обернувшись Фифи Чуть Не заплакала Ох Тресси Какова Сила Времени Кажется Нам Придется Изменить Регулировку Для Коридора Да Конечно Мы Настроим Его На прошлый Год Например На какой-нибудь Летний Вечер Сказано Сделано Гласит Девиз Службы Времени Не так Ли А Как тебе Нравится Здешнее Время Оглядев Спальню Она Опустила Свои Длинные Ресницы Как Тихо Два Часа Ночи Дорогая Раннее Весна И все Крепко Спят Мы Наверное Уже Не будем Страдать От Бессонницы Она Подошла К нему Вплотную И посмотрела На него Снизу Вверх А тебе Не кажется Что Одиннадцать Часов Вечера Было Более Ну Спальным Временем Знаешь Дорогая Если Если Ты Думаешь О Том Же Что И Я Давай Спустимся В Гостиную Посмотрим Что Ты Скажешь О Тамошнем Времени Гостиная Располагалась Этажом Ниже Под Нею Был Только Гараж За Красивыми Большими Окнами Лежал Чудесный Пейзаж С Куполом Города Вдали А у Стены Стоял Большой Красивый Диван Они Сели На этот Сладостный Диван И Начали Обниматься Потом Тресси Протянул Руку Вниз И Повернул Напольный Регулятор Присоединенный К розетке В стене Мы Можем Регулировать Время Даже Не вставая Фифи Назови Любой Момент Прошлого И мы Вернемся В него Если Ты Думаешь О том О чем Я Думаю Что Ты Думаешь То Нам Лучше Не Возвращаться Дальше Чем На Десять Месяцев Назад Потому Что Раньше Мы Еще Не Были Женаты Ну Миссис Фивертре Уж Не Становитесь Ль Вы Старомотный Он Нежно Погладил Ее По Знаешь Что Нам Нужно Когда Нибудь Попробовать Вернуться К тому Времени Когда Тебе Было Двенадцать Лет Ты Наверняка Была В те годы Чертовски Привлекательной Она Хотела Что-то Возразить Но Воображение Уже Увлекло Ее Мы Могли Бы Вернуться В то Время Когда Оба Были Малышами Только Нужно Быть Осторожным Чтобы Ненароком Не Унестись Дальше Дня своего Рождения И не Превратиться В какую-нибудь Гадкую Протоплазму Милая Читай Рекламные Проспекты Если Давление Хроногаза Перенесет Нас Дальше Дня Нашего Появления На свет То Мы Попросту Обретем Сознание Наших Ближайших Предков Ты Своей Матери Я Своего Отца Потом Бабушки И Дедушки И Это Это Уже Предел Для Хронопроводов Роузвилла В этот вечер Они поужинали Огромным Синтетическим Амаром Восторг Настолько Переполнял Фиффи Что Она Набрала Программу Для Кухонного Компьютера Немного Неправильно Хотя И Клялась Что Виновата Опечатка В поваренной Книге И Блюдо Получилось Не такое Как Нужно Но Они Перенеслись В эпоху Одного Из своих Первых И лучших Амаров Вскоре После Знакомства Два Года Назад Вкус Воскрешенной Памятью Поправил Дело Пока Они Ели Давление Вдруг Упало Внешне Все Осталось Прежним Но Внутри Они Ощущали Что несутся Сквозь дни Как Листья По ветру Завтраки Обеды И ужины Появлялись И исчезали И омар Выглядел Отвратительным Так как Им казалось Что Они жуют То индейку То сыр То дичь То бисквит Или мороженое Или овсянку Несколько Сумасшедших Мгновений Они сидели Окаменев Пока Сотни Самых Различных Вкусовых Оттенков Сменяли Друг друга На их языках Потом Тресси Вскочил И выключил Время Дернув Переключателю Двери Что-то Сломалось Скричал он Это Смит Я его вызову Сейчас же Я Я застрелю Его Но лицо Смита На экране Было невозмутимым Я ни при чем Мистер Фиверти Один из моих Людей Только что сообщил Что в Роузвилле Неполадки Там где Ваша линия Отходит от магистрали Хроногаз Просачивается Я уже говорил Ложитесь спать Мистер Фиверти Вот мой совет Надеюсь утром Все будет в порядке Ложиться спать Как он смеет Вскричала Фиви Какой аморальный совет Этот человек Пытается что-то скрыть Держу пари Он сам придумал Эту сказку Отече Можно это проверить Поедем туда И посмотрим Они вскочили в лифт Спустились на нижний этаж Сели в свой аппарат На воздушной подушке Горожане Посмеялись бы Над этой неуклюжей машиной Странно похожей На старинные автомобили Но Вне куполов Где нет общественного транспорта Она необходима Поднявшись на несколько футов Над землей Они миновали Распахнутые ворота Роузвилл лежал На невысоком холме А хроноцентраль Располагалась На дальней его окраине Но когда появились первые дома Машина вдруг заметалась В разные стороны Фифи швырнула вбок И тут же они Уткнулись в изгородь Черт Надо бы научиться водить ее Сказал Тресси Выкарабкиваясь из машины Разве ты не поможешь мне Вылезти, Тресси? Я большой Я с девчонками не играю Помоги же мне Я потеряла куклу Дура Он неуклюже побежал через поле Она за ним Разуму ребенка Очень трудно управлять Тяжелым телом взрослого Когда она догнала своего мужа Он сидел, дрыгая ногами И размахивая руками Он захихикал, увидев ее Тресси ходит сам Заявил он Но еще через несколько мгновений Они уже снова шли Хотя это и было болезненно Для Фифи Мать которой в последние годы Сильно хромала Они тащились вперед Двое молодых людей С манерами старцев Когда они достигли поселка Все его население было на улицах И переживало весь спектр возрастов От лепечущего младенчества До стонущей дряхлости Очевидно На хроноцентрале случилось Что-то серьезное Десятью минутами позже И несколькими поколениями раньше Они увидели Смитта Но не сразу узнали его Он был в противо хроногазе Выходной клапан Которого непрерывно выбрасывал Отработанные монеты прошлого А Вы не поверили мне Заявил он Извольте удостовериться Сами Они наткнулись на мощный пласт Ископаемого времени Труба не выдержала Давление и лопнула Думаю Придется временно эвакуировать Весь район Он ввел их в ворота Хроноцентрали Тресси Строго спросил Надеюсь Это не красный саботаж Красное что? Красный саботаж Ведь это Секретное предприятие Смит изумленно взглянул на него Вы С ума сошли Мистер Фивертре? Но президент Трумэн Трумэн? Громко ревя сиреной Во двор влетело Нечто громадное Черное С яркими красными огнями Это была пожарная машина Из города Из нее Хаотически посыпались люди Ее команда И один из них кричал Чтобы ему Сменили штанишки А когда на пожарных Натянули противо хроногаза Выяснилось Что тушить нечего И что невидимый фонтан Ископаемого времени Вздымается сейчас Над поселком И оно разливается Во все стороны Неся в своих Неистребимых струях Позабытую память Давно ушедших времен Нет Делать здесь нечего Заявил Смит Лучше Заглянем ко мне Что-нибудь выпьем Вы очень неразумный Молодой человек Если вы хотите Сказать то Что как я думаю Вы хотите сказать Произнесла Фифи Брюзгливым Старческим голосом Спиртное Это контрабанда И вредный Для здоровья продукт Все истинные Патриоты Должны поддерживать Президента В его достойных Начинаниях По борьбе с алкоголизмом Не правда ли Дорогой Тресси Вслед за Смитом Они подошли К зданию Централи Смит окликнул Кругленького человека В форме И противо хроногаза Они поздоровались Как братья Как выяснилось Они и были Братьями Клейбол Смит Повел всех Внутрь здания Галантно Взяв Фифи Под руку Почему нас Не представили Этому джентльмену По всем правилам Шепнула Мужу Фифи Чепуха Дорогая Этикет Отступает Когда вы Входите В храмы промышленности Произнося Эти слова Тресси поглаживал Воображаемые Бакенбарды Внутри здания Царил хаос Только здесь Можно было Осознать Масштабы Катастрофы Из скважины Поднимали Операторов Один из этих Бедняк Слабо ругался Обвиняя Во всех несчастьях Короля Георга Третьего В действительности Все началось Совсем недавно Едва ли Минуло Десятилетие С тех пор Как первый Терронавты Наткнулись В толще Земной коры На пласты Ископаемого Времени Хроногаза Публика Еще изумлялась Наука Пребывала В растерянности А промышленники Со своим Обычным Размахом Уже Позаботились О том Чтобы каждый За плату Мог получить Свою Дозу Времени В хронопромышленность Было вложено Больше средств Чем в любую Другую Отрасль Мировой Экономики Эксперты Уже Рассчитали Что при нынешних Темпах потребления Все запасы Ископаемого Времени Будут Израсходованы За 200 лет Даже В таком Крошечном Поселке Как Роузвелл Централь Обошлась В миллионы А теперь Она вышла Из строя Здесь опасно Лучше тут Не задерживаться Прокричал Клейбол Сквозь клапан Противо Хроногаза Шум Стоял Ужасный Вдобавок Ко всему Совсем рядом Начал работать Радиокомментатор В ответ На вопрос Брата Клейбол Крикнул Нет Это не Трещина В хронопроводе Трещина Это для Публики Наши парни Внизу Наткнулись На новый Пласт Времени И оно Просачивается Отовсюду Заткнуть Невозможно Половина Наших парней Перенеслась В эпоху Нормандского Завоевания Пока мы Разобрались Что к чему Он Драматически Указал Вниз Сквозь Кафельные Плитки Пола Фифи Ничего Не понимала Они Как ей Казалось Не так Давно Покинули Англию И Ей Этот Хваленый Новый Свет Совсем Не Нравился И она Никак Не могла Заподозрить Что мощные Орудия Новейшей Технологии Нарушают Последовательность Времен На планете И Конечно Она Не знала Что Губительный Фонтан Хроногаза Затопил Уже Весь Материк Все Спутники Связи Транслировали Сообщения Об Аварии Но Отуманенная Аудитория Проваливалась Все дальше Сквозь поколения Словно В бездонный Омут Подъехала Карета Скорой Помощи За ней Другая Арчибальд Смит Попытался Оттащить Тресси С их Пути Руки Прочь Нескорожденный Вскричал Тресси Пытаясь Выхватить Воображаемый Меч Из машин Выскакивали Медики Полиция Цепляла Участок Сейчас Они Вытащат Наших Доблестных Терранавтов Крикнул Клейбол Его Едва Было Слышно В лязге И грохоте Всюду Сновали Люди В противохроногазах Иногда Среди Них Мелькала Стройная Фигура Медсестры Раздавались Порции Кислорода И супа Над головами Висели Прожекторы Заливая Ослепительным Светом Квадратное Устье Скважины Мне Думается Нам Пора уходить Ради Духа Господня Прошептала Фифи Вцепившись Дрожащей Рукой В свою Домотканную Как она Считала Одежду Мне Здесь Не Нравится Вспотевшие Люди В желтых Комбинезонах Тянули Канаты Из Скважин Показался Первый Таранавт Одетый В характерную Черную Форму Голова Его Была Запрокинута Противохроногаз Сорван Но он Мужественно Боролся С обмороком На его Бледных Губах Даже Появилась Улыбка И он Помахал Рукой Телекамерам В толпе Нестройно Закричали Ура Это было Отважное Племя Люди Спускавшиеся В неисследованные Моря Хроногаза Глубоко Под землей Рисковавшие Жизнью Чтобы добыть Самородок Знания В недрах Неведомого Люди Не воспетые Пока что Никем Кроме Неутомимой Прессы Радиокомментатор Пробился Сквозь толпу К терронавту И поднес К его Губам Микрофон Измученное Лицо Героя Появилось Перед неверящими Взглядами Биллионной Аудитории Там Внизу Ад Динозавры С детенышами Успел Рассказать Герой Прежде чем Его втиснули В первую Медицинскую Машину Прямо Там Глубоко В Газе Целые Стаи Они Дерутся Еще Несколько Сот Футов И мы Попали бы Попали бы К сотворению Мира Но его Уже не Слушали Новые Отряды Полиции Очищали Здания От посторонних Чтобы принять Других Даронавтов Увидев Приближающуюся Вооруженную Цепь Фифи И Тресси Кинулись Прочь Когда они Выбежали В темноту Высоко Над ними Вздымался Огромный Невидимый Фонтан Времени Сеющий Гибель По всему Миру Некоторое Время Они Лежали Задыхаясь У ближайшей Изгороди Иногда Один Из них Пищал Как Ребенок Или Охал Как Глубокий Старик В промежутках Они Тяжело Дышали Уже Светало Когда Они Поднялись И Потащились По тропе В Роузвилл Они Не были Одиноки Жители Покидали Поселок Уходя Из домов Ставших Чуждыми И Непонятными Для их Ограниченного Разума Трейси Остановился И Выломал Себе В кустарнике Грубую Палицу Мужчина И Женщина Вместе Заковыляли Вверх По холму Возвращаясь В лес Как и Большинство Горожан Их Сутулые Неуклюжие Фигуры Отчетливо Выделялись На фоне Рассветного Неба Ух Глумф Хум Хер Морн Глуг Глум Пробормотала Женщина В приблизительном Переводе С языка Палеолита Это означает И почему Такое Случается С человечеством Как раз Тогда Когда Оно уже Готово Вновь Стать Цивилизованным Это Брайан Олдис Брайан Уилсон Олдис Английский Писатель 20 века В литературу Он Вошел К концу 50-х Годов Со сборником Рассказов Космос Время И Натаниэль Первый роман Без остановки Вышел В 1958 В США Он получил название Звездный корабль Ну и дальше Книги Босиком в голове Малайсийский Гобелен И трилогия О Геликоне Всего Он написал Более 40 романов В 2005 Году Королева Елизавета Вторая Присвоила писателю Звание Офицера Британской Империи За Служение Литературе Брайан Олдис И рассказ В потопе Времени Звездный корабль 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 Звездный корабль